Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Кто исповедует Иисуса Христа, пришедшим во плоти, это дух от Бога. А здесь вообще всякий дух надо испытывать. Какой дух? Испытывать человека по паспорту можно, где он работает, кто ему знаком, а это духа, даже ты его знаешь, родной тебе, близкий, муж, жена, все время надо испытывать. Ребенок, вот какое огромное поприще перед каждым человеком. Как разговаривают. Людям не нравится, когда говорят на повышенной ноте, а что ты грубо так разговариваешь, а ты злой. Они не знают Писания. Вы думаете, с каким тоном говорили пророки? Написано, возвысь голос твой. Долго ли хромать вам на лобоколена? А там мы только рассуждаем, что надо так говорить. Ты будешь житья святых, почитай. Как они разговаривали. Вот допрашивает родной отец, родную дочь. Режет. Куски отваливаются. Режет. Просто мясо ее тело валяется. И она берет и бросает в лицо отцу. Ешь, пес ненасытный. Своим телом. И как только ударила в лицо, он сразу ослеп. Она могла этого не говорить, могла так не бросать. Они смеялись над ними. И жития святых нигде их не осуждает. Это наступил критический момент не для того, кто умирает, а для того, кто не обратился. И от этого слова они обращались. Не просто как сектанты. У них все умильно. Апостол Павел это презирает и говорит. У нас не было слов ласкательства перед вами. Все сектанты это ласкательство. Проходи, хороший. Мы тебя ждали. Первый раз тебя видят. Как будто у них все в прозрении, что я приду. Они не знают, что я им принес. Я часто обращаюсь к своей географии. Потому что это единственный источник для меня. Когда я на практике смог убедить. Я больше нигде этого не видел. Что это действительно так. Какого духа? Вот принимай ты меня. Я приехал в Пьерзу. Меня никто не знает. Баптисты приняли. И пустили моллу. К нам пришел пророк Илья. Это я. Ну вот я стал говорить с ними точно по Писанию. Доказывать. Они мгновенно переменили этикетку на мне и сказали гнилое бревно. Какой дух? Значит меня если хвалит. Тогда можно и пить пророка дать. А нет. Значит даже не простое дерево, а гнилое бревно. Точно так и православное. Он не может сказать. Ну я видел огромной высотой до неба дерево. Но оно наклонилось. Это Игнатий. А почему именно батюшка говорит и решили. Ну я сократил. Ну там надпись была какая. Нет. А всего лишь только видение. А по Писанию это. Какое видение? Да я спал. Так у тебя и не видение, а сновидение было. Какой дух? Дух сна. Обо мне так много видели разных видений, сновидений и даже болтаря. Я говорю, ты попроси Бога, чтобы закрылись эти видения и ты сам себя хоть один раз увидел. И ты увидишь, что тебе сухарики надо сушить и в тюрьму готовиться. Так все и случилось. Начинает дело какое-то. Все. И каждый манит, если бы ты к нам перешел, вот я бы перешел, у нас бы получилось, мы в монастырь основали. Адвентисты ко мне ходят, они говорят, мы бы так развили деятельность, если бы ты к нам перешел. И коммунисты говорили, сколько бы ты принес добра государства, если бы ты был с нами вместе заодно. Я понимаю, какое это дух себе любия. Я ничего не значу. Я саду Христа моего. А согласно Слову Божию со Христом я никому не буду угоден. Вы напрасно зовете меня. Вы завтра меня испинаете, исплюете и выгоните. Потому что я обязательно покажу местописание, которое говорит, а вот такой еще дух есть. Испытывайте дух, а от Бога ли они? Вы знаете, сколько людей живут и ревнуют друг друга. Под подозрением. Показалось. Ничего. Муж ревнует жену. И ревнует до такой степени, что может убить. Вспомните Крейсел Рассаната за Толстого. Ничего она кричит не было. Последние слова. Он киржал, втыкает ей в бок и все. Я понимаю, делай дело непоправимое, которое он никогда не делал. Этого делать нельзя. Но как вспышка молнии говорит, сделай. Я взял за руку. Все эти твои амулеты, которые висели, показывал другим, теперь они обратились в смерть. Какой дух? Дух ревности. Число 5 глава 20 стих. И когда найдет на мужа дух ревности и дальше поясняет, что нужно делать. Никакого испытания не было над бедной женщиной. Что с земли, в храме, с полу надо взять было праху. Тысячи людей, десятки тысяч идут там. Там проказа свирепцает. Растворить в воде и дать выпить. Любой медик скажет, что с ней будет. Но вот если у ней чрево вспухнет, значит беда ей действительно изменила. Какие доказательства? Да ни один суд сегодня не примет такого свидетельства. Да и удивительно, любой медик скажет, чтобы она ее не вздула. Если всю заразу мира собрали ее затолкать и теперь... А ну это Божье указание было. Значит по-другому нельзя было. А если и дальше будет, то дальше уже на мужа. А муж сплошь изменяет, жене не дано право ревновать. Вообще нету нигде этого. Почему? К немощи человеческой снисходительный закон был. По вашему жестокосердию Господь говорит, этот закон дан в отношении семейным. Какой это дух был? Дух смерти витал. Он ушел, никуда не ушел. Все так и есть. Число 14.21. А на раба моего, халева, придет иной дух. И этот дух позволил ему одному, с Иисусом Новином, встать на сторону истины. Все говорило о том, что победа не светит. Действительно, воистинные народы землю эту не завоевать. Он говорит, завоюем. С нами Бог и Его. И то, что в нем был этот дух, Господь говорит, на 600 тысяч, вы только двое останетесь живые. Тысячная доля процента. Упование на Бога. Вот какой должен быть у нас дух. Да, у нас мало. У нас больше, чем двое. Ты поверь. Испытай этот дух. Испытай, попроси Бога. И тогда ты увидишь, что этот дух доведет до желаемой цели, до Царствия Небесного. Ни на какие препятствия не смотри. Вот святые, им дано было это понимать. В пустыне были. Они придумали разные испытания. Он посмотрит. Что же у тебя главное? Я сам не знаю очень. Княжеский сын пришел в монастырь. Я против того, что он пришел, против мастыря. Надо было идти на благовестие. Но он пришел, но настоятель прозрительное видит. Главное у него, он превозносится своей должностью, своим званием. Какую еще дать работу, Нилок? Знаешь, принимай-ка ты странников, кто заходит в монастырь на воротах, стой. Как унизительно думает, я буду принимать, меня увидят некоторые. И не принимая клания совсем, ну как-нибудь пересилю. И каждому говори. Помолитесь за меня, я бесноватый. Ведь сегодня, если скажешь, что муж бесноватый, сколько? А почему ты так считаешь? Да иметь ту истину, которая у нас, и уходить куда-то, это явное беснование. И мы видим результаты, куда люди уходят. И после спрашиваешь, ты же говорил вот это написание, что поганый перевод и прочее. Я сам не знаю, что говорил. Сегодня уже доходит. Это бывшая наша семья. Какой же это дух-то говорил в людях? И каждому кланяйся, богомольцы, и проси его помолиться. Если помолитесь обо мне, я бы ладно сказал. Но я бесноватый. И он встает на бок, пропустил другого языка и не поворачивается. Наконец сказал. Три года стоял, выдавливал из себя по капле раба. На стоятии беде полностью смирился. Переводить на другую работу. Ему так понравилось. Вот сейчас ставь меня еще здесь. Я чувствую, не все из меня вышло. Попробуй сейчас скажи у дверей стоять. Да ты что, да тиран, да тоталитарная секта, да ты экстремист, шовинист, фашист. Как угодно назовут. Подумайте, какой в нас дух. Одно слово замечание такое сделало, что уже сразу мгновенно вспыхилось, спылил. Все, куда что полетело. А мне таким голосом сказали. Да это испытание Бог дает, и ты порадуйся. Горе, когда нас трогать не будут, не будут шлифовать. Люди друг от друга научаются. Испытывайте духов. Не только в другом. Православные-то нисколько не хотят трудиться. Но ассектанты идут по квартирам, свидетельствуют. И все-таки они понимают, люди уплывают. И сейчас всякие маленькие листики православные выпускают, если к вам постучат, придут, ну и показывают, как, кому, что отвечать. Да немало это не поможет. Дорогие мальчики, ты учи человека, чтобы он знал Писание. Сектанты, это для чего-то они есть. Сегодня понятно всем. Мусульманство пришло не просто так, а по пущению Божьей. Для того, чтобы встряхнуть православных католиков. Для того, чтобы вразумить, наставить на путь истинный. Чтобы мы к Богу обращались. Мусульманство нужно было, может, для того, чтобы, как советская власть, сместить эти монастыри все, убрать. И начать все опять с нуля. Первая книга, Сарс, 16-14. Показывает о том, что этот дух, который бывает в человеке и не нравится другим, он тоже от Бога. А от Саула дух Господень отступил. И возмущал его злой дух от Господа. Что отступил согласным. И что злой дух от Господа. И ты можешь не догадываться, не спорить, не предполагать. Это абсолютно точно, это от Господа. По его попущению у тебя такой муж. По Божьему попущению такие сыновья у тебя, дочери блудницы, сыновья пьяницы, наркоманы, по тюрьме сидят. Это Бог допустил так. Это от Бога такой дух сыни, что тебя вразумить, наставить на путь истинный. Такая снахая, ретивая, из дома тебя выгоняет. Готовы убить за твою квартиру. Почему? Ты вовремя не пришел к Богу. Ты еще скрываешь, сколько раз Бог стучал в твое сердце, звал тебя, ты не шел. Какого ты духа был? Ты противничал? Даже сегодня столько лет ходит, одно замечание сделаешь, мгновенно вспыхивает. Аж краска в лицо бросится. Вы испытываете себя? Смотрите внимательно на вчерашний день, на сегодняшний. Есть разница между ними или нет? Слушай, брат твой. Господь испытывает. Господи, а может через этого ты и делаешь? Враги нам лучшие друзья, не случайно это говорится. И друг не тот, кто медом, говорит, мажет, хвалит, а кто правду скажет. А правду ты и не знаешь еще. Правду через другого Бог может до нам нести. Третья книга, Царств, 20 глава, 21 стих. И выступил один дух и стал пред Господом и сказал. Я склоню его на такое решение, вступить в войну, как царя Николая, затеять войну с кем? С родным братом жены. Это кто он ему был? Шоринг, видать, какой-то. Его уговаривала царица. И главное, теперь я считаю, этот Вильгельм просил его царя Николая, не надо нам воевать, не надо. Оба погибли. В обоих странах началась революция. Почему? От Господа этот дух был. Не нужна была эта революция, она необходима была, эта война. Потому что ударились одной землю, высокий подъем, все умеют делать. А землей, земной рай устроили в России. Перед революцией-то она никогда такой не была богатой, как... И Господь взвинул. И тогда один дух вышел и сказал, я сделаю с духом лжи в усах их, всех пророков, всех священников, всех епископов. И все стали на войну, на войну священники, все стали царя поддерживать. Царица плакала, просила. Распутин писал, не начинай войну, царь, погибнет вся страна, и ты погибнешь, и весь дом Романова. Вот такие слова писал Распутин. Как будто бы один пророк в России остался. А все время представляли его, каким нам, а какой дух был. Жидомасону поставили заговор против царя через Распутина. Показать. Особая следственная комиссия исследовала и ничего не нашла. По сегодняшний день все оказалось сложным. До 100%. Более оклеветанной фигуры, чем Григорий Фимович Распутин, нет в российской истории. Целенаправленно дух лжи клеветал и клеветал и клеветал. А люди верили. Я не знал ниоткуда, но я всегда этот вопрос задавал. Всем. Где бы Дмитрию Дудко, Александру Меню, где бы не встретился, Глебу Якунину. Что это за фигура такая? Я никак ее не пойму. Я не знаю. Я разжазно, Бог не стал открывать это дело. Мое сердце никак склонилось тому, что он распутник такой, что там было. Ничего этого не было. Совершенно не было. Сегодня всю довези известно это. Ты все время просил, какой вам не дух? Почему я склоняюсь на худую сторону? Чтобы не услышал. А все о тебе говорят. Этот брат жестокий такой. А все говорят. А ты остановись. Какой дух говорит? Этот брат или обличил того человека, или что-то. А может это значит. Не подстраивайся под чужого духа. Дух Господия это дух правды, дух истины. Иов. Четвертая глава, пятнадцатый дух. И дух его прошел надо мною, и дыбом стали волосы на мне. Когда Господь открывает истину, ужаснешься. А я на какой стороне был? И там на левой. И здесь я к правде присоединился. И здесь был дан шанс познать истину. Я прошел, я вспоминаю раз за разом, как я ехал в вагоне. Сидели рядом немецкие, старичок со старушкой считали. И я похвалился, зная немецкий язык, стал считать. Так они меня огняли. Поняли, что я немец. Отказали божественно, а я полупьяный сидел. Господи, как ты громко мне постучался, а я этого не знал. Я не обратился тогда, и волосы стали на мне дыбом. И Иов это понял. Поняли мы или нет? У тебя несчастье в семье. Ты все время смотри. А сколько раз Бог звал, все стою у двери и стучил. Не все время будет от отцу краздаваться. Почему именно такая жена у тебя оказалась? Почему такие дети? Ты нигде не ищи извинения. По самой строгой кондиции проведи себя. По самой высокой шкале. И волосы станут дыбом. Господи, я же тебя отвергал. И оставленный один, теперь я пожинаю плоды. Благодарю тебя. Чтобы любое исследование. Как говорится, исследуйте, возлюбленные мои. Какого вы духа? Не жди, когда тебя пожалеют. Как нравится, когда жалеют, отвергите. Как правило, жалеют люди, не знающие истины. Не гладьте друг друга. Не заглажите, как котят. А ты наоборот скажи. Брат или сестра, давай помолимся, чтобы Бог открыл. Каким духом ты жила все эти годы? Как ты пришла к этому финалу? Может быть, и дальше исправления никакого не будет? Книга Иова 26.4. Чей дух исходил из тебя, когда ты оправдывала себя? Чей дух? Жалость к плоти. Я за тебя, пьяницу, вышла. Я всю жизнь загубила. Да потому ты и вышла, что ты-то ничем не лучше была. Ты отсюда, говорю, вот сыновья дети такие. Да и ты породилась. Сколько раз ты ночью вставал, молился. Мне иногда звонит, помолитесь. Я вас предупреждаю. У меня нет ни одного звонка, чтобы я не встал на молитву. И вдруг узнаю. Я молюсь и спрашиваю, а ты в это время что делал? У меня как мусит. Ну как что? Он не делал. Я говорю, а ты хоть сто поклонов сделал? Нет. Как нет? Я делаю за себя, тружусь, бросаю свои дела. Завтра говорят, все благополучно, я там сдал экзамен, я все бросаю, и скорее Бога благодарить. Ты понимаешь как? А ты сделал эти поклоны? Нет. Кто мне звонил, просил, прошу за каждый звонок сто поклонов? Завели тестовки, щетки. Он стоит в стороне. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты себе не поможешь. Ты мне звонишь, помочь тебе. Это твоя нужда. Я не могу внести все эти тачки на себе. Я утруждаю свое тело, кланяюсь, стою, молюсь, отрываю время, и вдруг узнаю. А они стоят в это время, ждут результата. Какая температура у ребенка? Насколько десятая градуса понизится? Так не годится. Дух Господень побуждает к ревности. Дух огня. Исайя 19.14. Господь послал в него дух опьянения. И он как пьяный бродит по своей блевотине. Этот дух опьянения посланный был в Израиле. А мы скажем, это и в России. Какие были рассуждения? К чему приводили? Как лгали? Как сейчас опять только сектантов давить? А они неправильно делают? Социальные там какие-то программы? Пусть он сдохнет под забором, наркоман. Но только чтобы сектантом не был. Какой-то дух говорит. Православная церковь очень активна там, где люди трудятся. Помешать. Ну они сектанты, баптисты, там свет пробуждения. Но они так понимают. Он никому не нужен и брошенный. То есть дети больные. Они приходят, с ними занимаются. Для больных детей лагеря устраивают. Перешивают руки буквально все. Вам они нужны, дети нет? Почему вы до нас туда не приходили? Один вопрос. Я говорю о том, что мы это испытали. Где мы идем? Ни одного православного папа не было. Но они тут же начинают палки толкать в колеса. Они не палки только толкают, они колеса разбивают. Не нам только. Везде. Какой это дух делает так? Пускай он под забором охалеет. Вы его не видели. Теперь я с ним занимаюсь. А он ведет не туда. Не туда. Он так понимает. Он за это ответит. Это ничейно. Не то, что там каноническая территория. Человек ничей. Конкретный человек. Вот они мы проходим. Трудно даже идти рядом. Мы на асфальт выходим. Все время сидят, выпивают. Почему к ним никто не идет? Сектанты начинают работать. Поднимают такую бушу в печати и везде. Какой это дух нас говорит? Ну, я имею православных. Слава Богу, может, наши так не поступают. Исайя 29.10. И на виду, и на них Господь говорит, дух усыпления. И сомкнут глаза ваши и не будут видеть. Я прочитал и думаю, так это все о нас. Мы ничего не видим. Ничего не знаем. Дух усыпления. И когда идешь в храм Божий, приготовь сердце к слышанию Слова Господня. Ты услышала сегодня? Познавать дух. Это очень сложная тема. Исайя 37.7. Я пошлю в него дух, и он услышит и возвратится с земли. Дух. Какое-то слово. И снял осаду царя, и возвратился в свое место. Люди сегодня связаны друг с другом очень мобильно. Позвонил, и все. Кто-то на нас готовит покушение. Что-то, и вдруг ему сообщат. И я увидел, какой-то там идет, и ты сам попадешься. Он отступил. А нигде ничего нет. Это Бог делает. Вот разные какие вести идут, ими Бог нас спасает. Это было в древности и сегодня. Особый дух. Дух, который предупреждает. Позвонил к Ефесянам 2.2 говорит. Этот дух действует в сынах противления. Когда люди противятся Слову Божию. И опять. Господи, а сколько раз я противился, когда пропадет. Поведуется. Сколько раз дух мой не соглашался с написанным в Библии. Сколько раз я не соглашался с русским переводом синодальным. А что это за дух вам не был? Просто создайте для себя эту молитву. На сегодняшнюю проповедь. Разбудите свой дух молитвотворчества. Не просто Богородице Дево радуется. Богородице Дево радуется. Глядя на нас. Второй фестиваль в Ефесянам 2.2. Апостол Павел говорит. Не смущайтесь. Ни от духа, ни от послания, как бы нам и послала. Какого духа? А по духу было видно. Апостол Павел в каждом послании обязательно обличает. Почитайте патриарха, местного епископа. Никогда этого нет. Они говорят старый, известный, Христос воскрес, радуется Вселенная, все радуются и больше ничего. Почему дальше-то не сказать? Родился он в наших сердцах, выходите в храм. Мы вас привязали к вещам. Вы настоящие долопоклонники. По иконам только ездите везде. По мощам. Вы не знаете Бога. Могли бы они хоть один раз сказать, снять с себя эту вину? Марк, Матфея 12, 43. И когда нечистый дух выйдет из человека, то берет всем злейших и будет всем родом злым еще хуже. А это только потому, что в нас был дух нежелания дать Богу простор в нашем сердце. Мы обратились, принял крещение. Это первоначальный шаг. А дальше тоже в молитву вводите. Научитесь составлять молитву. Господи, твой дух святой дацарствует в моем сердце. А дух зла, непокорства не допусти. Удали. Марк 9, 22. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить. Вот так наши сыновья, знакомые, в пьянство, в наркоманию, в блуд, в воровство, это дух бросает. И мы где-то вовремя не помогли. То есть не сказались, не обратили. Мы сами не можем ничего сделать. Мы можем только указать путь ко Христу. Христос самогущий. Лука 9, 39. Его схватывает дух. Он внезапно вскрикивает. И терзает его. Так что он испускает пену. Это прямо про нас. Про наш народ. Если этот народ, то одну пену испускают. И вот когда говорят, нападают. Вот я особенно сейчас испытываю это давление, когда нападают на книги. Они меня даже как бы забывают о проклике. Но одна пена, ничего нет. Да вот говорят. Ну конкретно сядь. В том странице, открой, покажи. Ничего нет. Ниоткуда. Тысячи людей считают. И нигде, ниоткуда. Одна пена идет. Беснование. Господи, чтобы не было с нами такого. Если я что-то говорю, написано, говори, как Слово Божие. Лука 9, 39. Деяние. 10 глава, 18 стих. И Павел, обратившись, сказал. Дух нечистый. Выйди из нее. Чтобы Бог дал нам власть распознавать духов. И вовремя заграждать им уста. Деяние 19, 16. И бросился на них тот человек, которым был дух. И одолел его. Если мы будем считать, что сектанты не в церкви. А это действительно так. И нечистый дух их туда увел. То-то они бросили на нас и одолели. Я посмотрел. Ну в самом деле. Как раздетые. Убегают православные попы. Ничего не могут. Довода ни одного нету в защиту. Истины. 1 Иоанна 4, 2. И всякий дух, который не исповедует Христа, не от Бога. Это про нас. Православных не приучает, а они не исповедуют. И ясно, что не от Бога. Я желаю Слово Божие приблизить, чтобы оно заговорило. И оно мне говорит, что не Божий это дух, чтобы уходить, познав Бога куда-то. Не то, что монашество плохо. Это очень хорошо, когда человек один, ничем не связанный, служит Богу. Но плохо то, что он похоронил. За это ответ. За закопанный талант придется держать. Захария 13, 2. И будет время, когда нечистого духа я удалюсь с земли. Вот вносите все это в молитву Господи. Чтобы нечистый дух не царствовал ни во мне, ни в семье, ни в государстве. Особенно сейчас на выборах от нечистого духа обманывают. Чтобы только получить голоса. Там подтасовывать будут ревизионные комиссии, счетные палаты. Везде и всюду духа лжи. Войдет в уста всех. И об этом надо молиться. На выборы не надо идти. Потому что кого выбирать, когда они уже заранее выбраны. И вот женщина, Лука 13, 11. И дух был в ней немощи. Мы должны понимать и болезни, как последствия греха. Лука 24, 7. А они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят духа. Почему? Потому что необычное. Православные очень настороженно относятся ко всему библейскому. А это сектанты. А к своим корням, к традициям, к лживым навыкам свободно. Они этому научаются с первого дня. И как-то, которое слово Божие буквально вскрикивает. Образ Христа совсем не такой. Православных попробуйте назвать святыми. Да ведь засмеют тебя. Да какие? Грешные, многогрешные. А где же эта грань? Только в попы поставили. Отец святый. Отец святый. А еще выше, то есть он погружается еще ниже. Больше ответственность. А то, что владыченько там. А уже если патриарх. Святейшее святейшество. Ну явно, что ведь не по этой шкале Бог нас измеряет. Написано будет строгое взыскание начальствующих. Одна овца погибнет по твоей небрежности. Жизни не хватит рассчитаться. Да по вине этого патриарха сколько погибло. Да какие он там подписи где ставил-то. Да он прям при солоте Христу устанавливает сегодня своими подписями. Считает, что саммит был религиозный. Надо с ними участвовать. Молится с еретиками. Какой это дух говорит? Деяние 23.8. 1 Петра 3.4. Чтобы просили жены кроткого и молчаливого духа. Введите женщины в молитвы себе сегодня. Это Господи дай мне кроткого и молчаливого духа. Ты увидишь как он будет рот разрывать твой. Как он даже железными зубами ты его не задержишь. Он будет ускакивать из тебя. На одно слово мужа десять скажет. И вспомнишь, что пять лет назад было. Кроткого и молчаливого. Пусть сегодняшний день будет не напрасным. И все время повторяю. У меня муж самый хороший. Да без него-то мне не спастись. Да я обязательно должна его к Богу привезти. Да научись с Богом разговаривать. Умильным голосом Златоуз говорит. 1 Иоанна 4.6. Знающие Бога слушают нас. Если вы вот сейчас слушаете, что я говорю. Это значит знаете Бога. Если мы познаем духа истины и духа заблуждения. Вот и просто. Слушаешь Библию, дух истины. Не слушаешь дух заблуждения. Да под эту графу-то попадает все православие сегодня. Что бы ни сказал поп, а ты ему больше всего не верь. Идешь в храм, только молишь. Только бы мне попу не поверить, если он не по слову Божию. И ты увидишь, как совсем по-другому будет это выглядеть. Римлянам 8.15. Вы не приняли духа рабства. Боясь. Мы свободны. И человека верующего сразу видно. Он свободно мысли. Что бы ни сказал, батюшка, а ты нигде не встречала. А почему так? Расписание. И 1 Коринфянам 2.12. Мы приняли не духа мира сего, дабы знать, даровано нам от Бога. Даровано нам от Бога, в первую очередь, Дух Святой. Итак, Господи, через Дух Святой, научи нас различать духов и в первую очередь себе, чтобы только ты царствовал в нас. Аминь. И идите по-другому.